Смотри, я ведь чуть больше забрала, вот у меня вот эта стойка, вот эта тебе не нравится, ну прям за и вот стойка, и она за вами может быть. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно. Я позанимаю. Юлечка, ну что вы будете продолжать канал-то делать? Когда уже мы дождемся всех? Ой, слушайте, я хочу. Но что-то меня так прям выбили события, которые со мной произошли, что я что-то сейчас, просто как-то это какой-то такой удар в солнечное сплетение. Хотя я не могу сказать, что типа ты об этом не думаешь и не предполагаешь, когда твоим родителям много лет. Что-то меня это очень сильно выбило. Причем в бытовой жизни это никак не сказалось. То есть ты как бы функционируешь абсолютно, там, все, в валете, да, все можно. А поэтому вот у нас какая-то такая деятельность, в которую надо вложиться в нее энергетически, как бы, и там уже так много всего как бы было заготовлено, сделано, и вдруг я понимаю, что я в каком-то таком, что вот именно здесь я проваливаюсь, что у меня нету этой... Ресурсу. Да, что у меня нет ресурса на это. Попробуй пока. Когда уходят пожилые люди, ты говоришь, ну да, так устроена жизнь, как бы условно говоря. У тебя есть хоть какое-то утешение в этом смысле. Но это утешение, которое работает просто так философски. А на самом деле это, конечно, вышибает твою структуру жизни вообще, просто по-другому ее устраивает. И к этому надо привыкнуть. 5 июля не стало Владимира Меньшова. Это произошло очень быстро. Он заболел и месяц... Нет, меньше. За две недели, наверное, это произошло. Даже меньше, наверное. Ну нет, наверное, две недели. Последний разговор вы помните, как он выпрямил? Да, я помню, потому что я не могла быть рядом, но я была в реанимации один раз. То есть вы туда прошли все равно? Да, я очень попросила врачей позволить мне прийти в реанимацию. Поскольку я понимала, что, к сожалению, динамика ухудшается день и до дня. И потому что ему 82 года, и потому что это все опасно. Я понимала, что это возможно. Что все возможно. Поэтому я попросила разрешить мне прийти в реанимацию. Хотя это... Я за это очень благодарна, что это мне было разрешено. Что это было распоряжение самого главного врача. Что это было все довольно страшно. Потому что это не просто красная зона, это уже такая бордовая зона. И ты одеваешься как просто... Как в фильме катастрофе. И это, конечно, лишний раз вызвало у меня просто какое-то, я не знаю, преклонение перед врачами. Я не понимаю, почему они не выходят, если на какие-нибудь демонстрации. И вот в свою очередь против людей, которые, значит, бьются над своим идиотизмом по поводу антиваксеры. Или про то, что нас чипируют. Это надо видеть, это место. Просто это реально фильм ужасов, понимаете? Это фильм-катастрофа. Это что-то такое из сериала Чернобыль, понимаете? Когда это гигантские эти коридоры, которые подготовительные такие. И они лежат на этих диванах вот так вот лицом вниз, они спят. Это уровень подвига какой-то невероятный. И вот на фоне этого это просто... И я не понимаю, как они молчат. Потому что, собственно, это такое неуважение к этим людям. Которые просто ежедневно, вот уже сколько, полтора или почти два года, находятся в режиме... Я бы хотела кого-нибудь из этих антиваксеров просто послать, чтобы они на себя хотя бы вот просто этот костюм надели. Этот, который я на себя надевала. В котором эти люди не только каждый день просто работают, ходят. А большинство из них проводят операции вообще. Как-то заботятся о больных. Ну, в общем, короче говоря, я... Все это надели на себя? Надела на себя и пошла, да. И я... Я привезла папе еды. Вкусной. Он был в сознании? Но мы не могли поговорить, потому что он был уже под маской, которую нельзя было снимать. Потому что у него сразу падала ситуация очень сильно. Ну, я знала, что папа любил всегда вкусно поесть. Именно вот вкусно, чтобы это было вкусно. И я понимала, что он очень давно на еде, которая невкусная. И мне хотелось его очень порадовать. Мне хотелось, чтобы как-то это прибавило ему сил. Ну, кроме того, что просто я пришла и что мы не виделись. И что почти его уже не разговаривали по телефону, потому что из реанимации ничего невозможно. Меня потрясло, что он меня сразу узнал. Хотя я была, в общем, на себя не похожа. Узнать, может, было только глаза, понимаете. Потому что, ну, как, чего, у тебя все закрыто. Вот ты весь закрыт. И как бы только вот под подвесками специально у тебя такие глаза. Но я сказала ему, папочка, это я. Он меня узнал. Меня взял за руку. И они попытались снять маску. И я ему сказала, что папа, я тебе привезла еды. И он сказал, что ты мне привезла. Я очень этому обрадовалась, потому что я подумала, что если его интересует, что я ему привезла, это прекрасный, очень живой вопрос. Да. Что ему хочется чего-то вкусного. И что он знает, что я могу ему привезти что-то вкусное. Потому что мы с ним в этом смысле были такой одной крови, что ли. И друг друга понимали. Я привезла ему уху в ростовскую из ресторана. Я просто знала, что есть один ресторан, в котором он очень любит есть уху. А поскольку он человек астраханский, он рыбу любил. И вообще ему трудно было найти вкусную уху. И вдруг вот в этом ресторане он сказал, ты знаешь, здесь очень вкусная уха, настоящая. Мне типа вкусно. И я поперла в этот ресторан для того, чтобы заказать эту уху. И привезла ему еще там, ну еще что-то привезла. Короче. Вот. Вы понимали, что это будет последняя встреча или нет? Знаете, это всегда так. Ты думаешь, ну как бы, ну вдруг нет. Ну вдруг нет. Я хотела его подержать, я хотела за руку. Я хотела, чтобы он знал, что мы рядом. Потому что мы довольно давно расстались из-за того, что он попал в больницу. И что он просто там не слышал нас, не видел. И я хотела, чтобы как-то он почувствовал тоже какое-то тепло. Что мы рядом. И чтобы можно было просто как-то это передать. Когда это случилось, вам позвонили из больницы, да? Какая первая мысль? Первая мысль, как сказать маме? Мама была в больнице тоже. Знаете, Ира, это такое довольно, довольно большое испытание. Как бы быть публичными людьми. Потому что наша суперсвободная журналистика желтого направления, это довольно страшно. Например, мама, когда попала в больницу, ее еще не успели положить в палату. Эта информация была слетая в прессу и в социальные сети. Это делают сами врачи, медсестры, кто-то непонятно. Да, это неизвестно, кто куплен. Но кто-то куплен. Класс какой. Кому говорят. Вы нам, если там кто-нибудь будет из известных, вы нам скиньте, а мы тебе там пятерочку переведем. Это жалко, что ли? Вот, поэтому я, честно говоря, очень боялась, потому что я думала, что если мама об этом узнает, там, ну, как-то не от меня. Мне позвонили из больницы в шесть утра, поэтому я вот просто была на стреме, когда мама проснется. Когда мама проснется для того, чтобы сделать этот звонок. Сказать. Как мама? Вам хорошо, мама молодец. Ну, как? Хорошо. Мама молодец. Ну, в смысле, вы предполагали, я просто не понимаю, когда ты живешь столько лет вместе с человеком, и вдруг потом остаешься один. Я думаю, что и я себе этого не представляю, потому что это тот опыт, который ты можешь только почувствовать. То есть ты можешь все что угодно фантазировать на этот счет, но ты совершенно не можешь себе представить, как это на самом деле. Но мама поразительным образом держится, хотя я думаю, что это стоит ей немалых сил. Она говорит, что скучает, или это не принято? Она что-то говорит мне, но как-то это немножко иначе, и как-то мы, наверное, не очень погружаемся в эту тему, потому что если о ней начинать говорить, то тогда мы, в общем, наверное, обе будем плакать. А мы стараемся этого не делать. Разве не важно отплакать? Важно, но в данном случае мы пока немножко каждый в своей норе это делаем, потому что если мы начнем вот так друг на друга замыкать эту энергию, то мы вообще не остановимся. Поэтому надо как-то друг друга беречь, поэтому мы очень на этом тонком льду как бы чрезвычайно аккуратны именно в этой теме. Это действительно чудо, что она согласилась за меня выйти замуж. Твой развод с мамой, это был кризис для тебя? Вопросики у тебя. Как вы монтировали фильм, объясните мне. Он был смонтирован. Он был полностью готов. Если бы мне пришлось его монтировать, я думаю, я бы это не смогла сделать. Он был полностью готов. Там просто есть достаточно большой разговор о смерти. Ты воспринимаешь это как естественный процесс, что-то? Естественный процесс, да. А сам ты думаешь о смерти? Думаю. Чего думаешь? Чтобы где-то на улице не скосило, а как-то все-таки в постели умереть спокойнее. Вы его потом пересматривали? Конечно. Знаете, это не была запрещенная тема и не остается запрещенная тема. Может быть, кого-то это шокировало, что мы вообще на эту тему разговаривали с папой. Но для меня это была очень естественная тема для разговора с ним. У нас не принято бояться этой темы. Смерть – такое же естественное явление, как жизнь. Поскольку я знаю, что родители, что знала и знаю, что и при мне это происходило, что родители это обсуждали между собой не один раз. Эту перспективу, того, что будет, если кто-то из них уйдет раньше. Эта тема присутствовала как просто здравое размышление о том, что это безусловно случится. Что это безусловно случится. И что чем старше они становились, тем больше было шансов, что это вот, она уже ходит где-то рядом. А чем больше начало уходить людей из их поколения, тем больше возникало поводов думать об этом и говорить. Правда, я говорю, эта тема была не запретна, но она и не была тосклива. Так что, ой, это, так сказать, какое-то другого рода размышление. То есть папа вполне себе мог давать какие-то распоряжения на то время, когда вот меня не будет там что-то. Когда они не становятся папой? Чего ты про себя понимаешь? Когда касается твоего близкого человека, это на самом деле то время, которое требуется всем остальным, неблизким людям на то, чтобы принять этот факт, осознать и положить его куда-то на полочку. Для меня вот эта внутренняя оценка того, как изменилась моя жизнь, она только начинается. Потому что сначала ты занят какими-то просто хлопотами, потом ты занят тем, чтобы, не знаю, все было в порядке с мамой. Часто говорят, что когда кто-то из родителей уходит, ты резко взрослеешь. Ты уже, типа, не ребенок. И вот ты. И есть это ощущение? Я повзрослела уже достаточно давно, и у меня уже выросли мои дети, и поэтому я в каком-то смысле ощущаю себя взрослым человеком давно, и человеком заботящимся, и о младшем поколении, и о старшем поколении уже давно достаточно, что я все время, так сказать, присматриваю и в одну сторону, и в другую сторону. Хотя мама и папа очень самостоятельные люди, и в этом смысле там... Но знаете, что понимаешь с уходом родителей? Ты понимаешь, что так тебя больше никто никогда любить не будет. Не в том смысле, что никто не сравнится с этим. Не об этом речь. Но вот так... Никогда. Это очень больно. И это то, о чем упомянул папа на нашем последнем интервью. Вот он рассказал про этого философа, который он читал, который задал вопрос священнику, который выслушал много-много исповедей, и спросил, вот выслушали так много людей, что вы, какой вывод о них сделали, и он сказал, взрослых людей нет. Это гениальная формула. Это гениальная формула, потому что я, в общем, себя уже последние лет 15, так сказать, какого-то такого осознанного своего существования в мире ощущаю в таком громадном детском саду. Громадном, масштабном, планетарного размера детском саду. Мы не вырастаем. Мы так и остаемся такими же. Мы ведомы нашими чувствами, но можем их прикрывать огромным количеством социальных масок. Несмотря на то, что это чудо великое, дети, я осознал, на первых порах я осознал, что это такая ловушка для мужчины. Почему? Потому что он нужен только для того, чтобы родить ребенка, женщине. Ты сразу уходишь резко на второй план. Все посвящено ребенку. По поводу именно вот так, как любил папа. Те ваши интервью, где вы рассказываете о достаточно строгом к вам отношении родителей, вот у меня как раз сложилось впечатление, что вы всю жизнь добивались этой любви. Отчасти так. Но только отчасти. Да, е-мое, как же это все было тяжело. Значит, только вот тебя отнесешь вот в ясли. Звонят, говорят, приходите. Ваша девочка заболела, забирает. Меня это очень задело. Дико задело. Ты несешь проблемы. У меня все так было хорошо. Вот живи ровно. Учись, получай хорошие оценки. Не беспокой. И тогда, ну, ты будешь получать любовь, расположение, принятие и так далее. Во-первых, сейчас я гораздо больше их понимаю, нежели в молодости. Ну, что, собственно говоря, свойственно всем людям, когда они взрослеют и получают свой собственный опыт. Я гораздо больше готова простить, чем когда я была молодым человеком, сосредоточенным на себе. Я гораздо больше понимаю, что такое было для этих двух молодых ребят, приехавших в Москву, пытаться ее покорить, пытаться верить в себя, пытаться сопротивляться, так сказать, тем ударам судьбы, которые с ними приключались. Приключались, пытаться сопротивляться безденежью. С другой стороны, я думаю, что я была довольно успешна в своих попытках вытребовать эту любовь и свою долю, как бы положенную мне. Что касается папы, то вы знаете, я в итоге, когда-то я не видела этой любви, не понимала ее, хотя она, судя по всему, присутствовала всегда, и просто мне как-то не доставалось внешних его выражений, а зато доставалось очень много требовательности. И он так волновался за то, что мое будущее может быть каким-то болезненным для меня, что он на всякий случай заколачивал все гвоздики в настоящее, запугивал меня так, что каким-то возможным неуспехом или еще чем. Но в итоге, что касается папы, то мне кажется, вот это взаимное движение навстречу, оно состоялось в такой полной мере, в такой полной мере, особенно в последние годы, что просто... А как вы это вдруг почувствовали и осознали? Он все время говорил мне, за очень многие вещи спасибо, и очень часто говорил, что вот какое счастье, что у нас есть Юля, какое счастье, что у нас есть Юля. И максимально подчеркивал, насколько это много для него значит, насколько это важно, насколько это приятно, нужно, и как он это ценит. Папа не очень умел, так сказать, вот он, например, обожал мою дочку, совершенно неистово, но он не говорил ей никогда, Тася, я тебя люблю, он просто назвал ее ангел мой. И все. И вот в этом ангел мой, когда он ее видел, было понятно, что вот она его действительно ангел, что он ее так сильно любит, что это просто, что вот из него можно веревки видеть. В одном из интервью вы, значит, произнесли такую фразу, что все детство я ощущала, что я несу родителям проблему. Что это значит? Ну это так то и значит. Я несла им проблему, конечно же, потому что я говорю, что они бы так вот распределили свою жизнь, как два творческих человека, чтобы, значит, вот сейчас съемки, сейчас у меня там или спектакль, мне надо повторить текст, мне надо как-то собраться, как-то и выйти на сцену к зрителю. А тут вот ребенок, который, значит, пришел с разбитым носом, сломанной ногой, или там с двойками, или там вызывают тебя в школу. Это было постоянное, ну, нарушение, как бы графика. Все так хорошо складывалось. Тут вот ребенок, который с какими-то своими... Ребенок – это источник постоянных проблем. Это норма. Все мамы знают, которые ты планируешь, отпуск. Вот обязательно в день вылета или накануне он заболеет. Это вот просто к гандалке не ходи. И ты будешь сидеть и думать, тебе сдавать билеты или все-таки взять на риск поехать, так? Но как ухитряются дети так организовать, как бы, да, вот все, что это всегда так? Все всегда не вовремя, все всегда, е-мое, господи, а, надо теперь это решать. Но в этом огромный кайф, на самом деле, в итоге, когда ты сдаешь этот левел за левелом, ты понимаешь, что, ну да, вот это, собственно, и есть жизнь с ее непредсказуемостью, вот это тебя тоже обучает. Веселая история жизни вашей семьи, которую вы рассказываете про то, как вы писали папе письмо с вопросом, неужели меня нельзя любить? Это было не связано с ихней любовью ко мне. Ну что вы, конечно же. На это бы он мне так не ответил. Нет, нет, это было связано именно с любовью мальчиков ко мне. Он писал, неужели я такой урод, что меня нельзя любить? Вот тут он мне и ответил, что да, мы не хотели тебе говорить, но значит, теперь придется сказать правду. Одна нога, короче, другой, ходишь ты по кругу в связи с этим, как циркуль, значит. Может быть, это был такой, знаете, отчасти троллинг вот этих вот пафосных, так сказать, переживаний подростковых. Ну неужели же я такой урод? Конечно, меня тогда это тоже, я бы хотела получить ответ от папы, нет, ты самая красивая на свете. Но я должна сказать, то поколение вообще не очень умело так общаться. Это очень печальная данность того, что это дети войны. Родителям было совершенно некогда проявлять какую-либо эмпатию, спрашивать, как ты себя чувствуешь, заглядывать в глаза и отслеживать малейшие отклонения, так сказать, в эмоциональном фоне своего ребенка. Их родителям было важно сыт, обут, одет, учишься, здоров, все. И поэтому, по сути, они все росли, как трава. И вот по этим внешним сигналам, собственно, родители считывали, собственно, в порядке ребенок или не в порядке. Со здоровьем что-то, да, надо заняться тобой, как бы. Ботинок потерял, затрещен у тебя, как бы. А если прохудились, надо купить. Хотя бы для того уровня, чтобы он был сыт, обут, старов и так далее, родителю каждому надо было немало потрудиться. Вкалывать надо было так, и вечером прийти, и упасть, проснуться снова по будильнику, и снова идти вкалывать. Поэтому, конечно же, они получили эту форму общения со своими родителями. Конечно же, они хотели ее изменить. Конечно же, например, моя бабушка, она не целовала мою маму. Никогда. Потому что моя мама росла без отца. И потому что откуда, я не могу себе вообразить, откуда взялась эта такая идея, но она очень распространенная была. Считалось, что если ты целуешь своего ребенка, избалуешь. Она целовала ее только ночью, когда мама спала. А мама иногда это сквозь сон чувствовала. А мама моя меня, например, очень много целовала, немного обнимала. Ей казалось, что она совершила гигантский шаг. Вперед. Понимаете, вперед. По сравнению со своей мамой. И наверняка папе моему казалось, что он тоже совершает гигантские шаги по сравнению со своими родителями. Потому что они меня водили с собою. Я была вхожа во взрослой компании, чего было нельзя никогда в том поколении. Психологи говорят, что нет таких родителей, которые бы не нанесли психологическую травму своему ребенку. А вам? Какие травмы нанесли родители? Знаете, вопрос неактуальный, что называется. Какие травмы мне нанесли родители? Если они мне что-то и нанесли, то я уже так это сто раз перемолола в собственных жерновах. И мало того, настолько сто раз поняла, что даже то, что делала, знаете, то, в чем мне казалось, что, ах, вот если бы у меня было что-то по-другому, то я бы по-другому... И вдруг ты понимаешь, что да, и ты была бы другим человеком. Ты бы не была собой сегодняшней. А ты хочешь быть другим человеком? Да нет. Тебе с собой сегодняшний-то хорошо. И ты все это... И все это для тебя открывало какие-то следующие двери в понимание других людей, в чуткость к другим людям, например, и так далее. В чем вы сделали большой шаг вперед как родитель? Я уравновесила значимость родительства и моей состоятельности социальной. Значение моей семьи и всех моих близких людей таково, что никакая работа не может быть важнее них. Никакая. И если... Я всегда знала, что если там что-то случится с моими близкими и будет нужна моя помощь, я никогда не смогу на это ответить, что, ой, у меня сейчас там съемка или у меня спектакль, и меня ждет зритель, я же не могу его, так сказать, отменить, этого зрителя. Зритель пришел, зритель... Зритель-то ничем не виноват дескать. Я понимала, что я смогу объясниться со зрителем как угодно там, или заплатить неустойку, но я... Ну, чего как бы в жизни родителей таких понятий не было, потому что это был не капитализм. Но в любом случае я для себя постановила это, что у меня приоритет, в экстремальных обстоятельствах у меня приоритет семьи над работой просто однозначно, и в целом у меня это одинаково важные миссии. Вы все-таки когда-то называли себя журналистом? Я себя никогда не называла журналистом, я не специалист широкого профиля в этом смысле. Я бы сказала, я интервьюер. Вот это правильное было бы, наверное, обозначение того, что я делаю журналист. Мне кажется, все-таки предполагает какой-то очень широкий спектр умений, которым я не владею. О том состоянии журналистик, который сегодня мы имеем в нашей стране. Сейчас даже есть такой большой флешмоб, когда называется журналистика запрещенная профессия, когда журналисты вспоминают о своих лучших временах, но мы все признаем, что эта профессия умерла сегодня. Нет свободы слова, нельзя спрашивать то, что ты хочешь, что телевидение уже смотрят только определенные категории людей. Вы это все чувствуете или нет? Вопрос в том, в каком направлении мы ищем как бы свободную журналистику, ищем ли мы ее там на федеральных каналах. Например? Там, наверное, ее нет в той мере, в которой, может быть, нам хотелось бы. Там больше, конечно, присутствует пропаганда, но это федеральный канал, они имеют на это право диктовать свою повестку. не вижу в этом ничего уникального для нашей страны. Собственно, наблюдаю это и в других странах тоже. А если свободная журналистика на независимых площадках есть, по мне тогда Ютуб в том числе является этой площадкой. Не знаю, справедливо ли размышления по поводу того, прикроют ли его или не прикроют, но надеюсь, что нет. Мне не кажется, что это разумное действие, мне кажется, что это такая страшилка. Кто-то тебе будет пропагандировать, так сказать, федеральную уже повестку, а кто-то тебе будет рассказывать про то, что все вранье, и все не так, и все неправильно устроено, и все надо переделать. Ну вот когда «Медузу» или «Телеканал Дождь» признали иностранным агентом, вам кажется, это справедливо? «Телеканал Дождь» я не смотрю уже очень много лет, просто потому, что они мне перестали быть интересными. Я не очень внедрялась в эту историю, но знаю, что собственно, они не закрыты, и собственно «Медузу», как она была, так и есть, ее можно читать. Да, она вынуждена делать вот это объявление перед собой, что она иностранный агент, но материал-то она печатает. Да, но там отрезаются все рекламодатели сразу, когда ты печатаешь эту штуку. Так случается. Я понимаю, что там есть все равно, в любом случае, там есть какой-то формальный повод. Значит, «Медуза» получала какие-то деньги не на свое содержание, не из российского, так сказать, источника. О том, что этот закон был, ну, это, в общем, давно мы все знаем. Коль это так, ну, в общем, можно было что-то либо сообразить и как-то поменять. Ну, то есть, это же не сразу случилось, что боялся этот закон, а потом сразу прикрыли «Медузу». Я понимаю, что если ты, ну, как бы, врубился, что есть, ну, как бы, пахнет жареным, ну, можно было бы перепродумать свою, вероятно, бухгалтерию. Понятно, что мы находимся в режиме информационных войн, не только здесь, на нашей территории, но и вообще, так сказать, в планетарном масштабе. Юль, я посмотрела, значит, то, что последняя ваша работа на телевидении была еще в прошлом году, правильно? Весной 20-го года. Может быть, да. А зная ваш перфекционизм и понимая свой, год простоя позволит себе очень-очень страшно. Ну, это не совсем так, потому что, во-первых, у меня всегда есть параллельная жизнь какая-то. Театральная? Ну, конечно, да. Кроме всего прочего, я там довольно, так сказать, серьез увлекаюсь инстаграмом, какой-то вот этот сторителлинг, который я придумала совершенно случайно. Все женщины надеются на счастливый брак, но нередко он заканчивается разочарованием. Однако после развода мужчина снова жених, а разведенную женщину чаще всего называют одинокой. Ира месяц назад получила аттестат зрелости, но вот уже год, как она замужем. Вам было ровно 15 лет, когда вы вышли замужем? Мне было ровно 15. А в вашей жизни не было такого ощущения, что когда-то где-то вы наконец встретите такого человека, может быть, не посмотрели, но, может быть, ими вам как-то нагадали еще что-то. Я, наоборот, бегала всегда от него, потому что каждый раз у меня покидало ощущение неотвратимости судьбы. Это программа «Я сама». Продолжение следует. Вы как-то так в проброс говорили об этом периоде, о десятилетнем своем. Вот у вас был «Я сама», потом какие-то мелкие штуки, и все. И на 10 лет вы пропали с телека. Что вы поняли про себя в этот момент? И каким образом вообще вытащить того, что еще что-то будет? Или там не было никакой надежды? Это очень интересная история, кстати говоря, про то, что всего в жизни есть две стороны. Вот это тоже мое глобальное понимание того, что весь мир масштабный детский сад. Был такой канал ТВ-6, на котором я работала, была программа «Я сама». И был такой свободолюбивый канал НТВ, который закрыли. И мы все сегодня говорим о том, какие они были прекрасные борцы за свободу, какие они были чудесные, справедливые, и как их несправедливо задавили. Но я просто хочу вам сказать, что огромное количество НТВшников они перешли на ТВ-6. Потому что их перекупил, вернее, их купил и канал ТВ-6 купил Борис Абрамович Березовский для того, чтобы спасти свободную прессу. Да. Они пришли на ТВ-6, что они сделали, знаете, вот эти все прекрасные, светлолицые люди. Они в первую очередь убили канал ТВ-6, уволили всех, кто работал на канале ТВ-6, для того, чтобы занять свои позиции. Это когда Киселев пришел. Конечно. И он всех начал увольнять. Да. В том числе и меня. И всех увольняли так изысканно, вы знаете, а меня, например, неловко было прям так уж совсем, ну как бы, во-первых, формулы не найти, не то чтобы у меня программа не рейтинговая, но вот как-то ничего не сходилось. Тогда мне деньги уменьшили в 4 раза. А как они это обосновали? Никак. Передо мной сидел человек улыбающийся, очаровательно улыбающийся, конечно, не сам, Киселев, его заместитель, который сидел вот так и говорил, знаете, со следующего года мы можем платить вот такую-то сумму. И он знал, что следующим шагом я подам заявление об уходе. И его это же радовало, что так просто, так безусловно, скандал, так легко. Потом я пришла работать как раз на НТВ, потому что там меня позвал один из наших бывших руководителей делать, значит, продолжить там, но уже не я сама, хотя формат, в общем, в некотором смысле я сама, а потом пришел еще новый начальник и еще новый начальник. И как-то, короче говоря, не понадобилась им эта передача, которую они мотали по эфиру. Ну, понятно, что ты вот, знаете, как это, был у зайчика домик лубяной, у лисички ледяной. Это, значит, вот НТВшники пришли, а потом ты попал, как бы, собственно, не в свой домик, и ты там, в общем, был гость, и там тебя мотали по эфиру, и там уже была тоже своя сложившаяся команда, как бы, тех, кто остался, им тоже хотелось как-то выживать, наверное, и так вот и закончилась бесславная программа. А если бы была ТВ6, если бы оставалась она там, у нее были большие перспективы, эта программа, потому что она переставала быть уже только женским ток-шоу, она разрасталась, у нее были, огромное количество у нас было идей, мы начали ездить в командировки, мы начали снимать документальные фильмы. То есть это перестало быть интервью, это перестало быть женским ток-шоу, это стало просто как бы глобальным проектом становилось таким. Вы приходите домой, и это ощущение чисто актерское, когда ты ждешь звонка, или другое? Другое. Другое, потому что ты думаешь, что ты что-то значим, и что ты, и что тому и есть подтверждение, и что, ну, не может быть, не может быть, чтобы твой ресурс и твой, так сказать, наработанный уже такой вот капитал репутационный, чтобы он был никому не нужен. Доверие к тебе и без зрителей. Все-все-все вот это, да. Вот это недоумение, скорее. Это не то, что как бы как же меня так бросила, бортанула жизнь. Это не про это, а про то, что это же нелогично. А вот вы мне скажите, это как бы гордыня того, что я себе придумала, что я значимая, а оказалось, нет? Или это наоборот как бы весомое, что люди что, ну как, ну это профессионализм, что они ничего не понимают, что с этим можно делать, как инструмент? Конечно, конечно, я была склонна вот к этому размышлению, второе, которое вы называете. Но разбираться я с этим начала для того, чтобы жить дальше, как бы ровно зайдя с другого аспекта, и сказав себе в какой-то момент, слушай, ну может быть, это гордыня, может быть, ты так себя считал значимой, считывала все эти знаки, как то, что это признак твоего профессионального, наверное, нет. Ну как бы жизнь жить, почему-то, так сказать, я не востребовала. Ну смирись, значит, это не так, живи дальше. А чему эта ситуация могла научить? Ну вот, грубо говоря, я живу сейчас с ощущением, что все рано или поздно закончится. Ну как бы, это же не вечно. Я и этот урок для себя вынесла, потому что я в некотором смысле была все равно постсабетским человеком, и несмотря на то, что я поменяла профессию так круто, что я ушла из театра, и это было событие для моих коллег таким равным характере. И все это я была так необыкновенно в этом смысле прогрессивна, но на самом деле я в глубине, так сказать, своего личностного развития, конечно, была не прогрессивна, потому что я пришла на телевидение и решила, что вот здесь я буду работать всю свою жизнь, понимаете, вот эта установка советского человека, который заканчивал школу, потом заканчивал институт, выбирал профессию и до пенсии шарашил, значит, по этой профессии. Я знал зарплату свою на годы вперед, как бы вытрости. На самом деле я обнаружила, что это во мне было, потому что я только спустя, значит, соответственно, когда уже я проработала 8 лет, как я работала на телевидении, когда я закончила на нем работать, я подумала, вдруг оглянувшись назад, какая я была дура, мне несли сценарии, когда я уже работала на телевидении, мне предлагали работать в театре, а я говорила, нет, нет, моя стезя, это телевидение, что вы мне нести, я больше не артистка, вот через 8 лет я искала себе, дубинастая и росовая, ты могла развивать и это направление, и это направление, потому что ты начала свою дорогу в кино, и ты была востребована в кино, какого фига ты закрыла эту дверь, чем тебе мешала, но тебе казалось, что ты должна быть предана, ну сиди теперь, преданная, на берегу, значит, и смотри вдаль в ожидании алых парусов, и поэтому, когда мне пришло предложение по поводу антреприза, я сказала, вот я себя поймала на этом, и сказала, чего? Пошла вообще бегом на любое предложение, с чего ты взяла, что эта жизнь будет к тебе всегда расположена, и, конечно же, когда я пришла работать, например, сейчас наедине со всеми, это был чудовищный график, четыре раза в неделю, выходите, это я вам скажу, просто смертельный случай, если ты еще хочешь всерьез подготовиться, если ты не сидишь на ухе, а ты на ухе не сидишь, потому что либо это твои вопросы, либо это вопросы редактора далеко не всегда умного, во всяком случае, когда я туда пришла, и когда мне предложили ту команду, которую я потом переформатировала, вот, то тогда ты должен просто круглосуточно готовиться и так далее, и мой муж мне сказал там, слушай, ну уйди ты там из антрепризы, я сказала, не уйду никуда, никуда, ну почему, я сказала, потому что, я буду делать и то, и то, и третье, и еще десятое, уже ничто тебе не гарантирует, и надо уметь рулить, находиться во всех точках, в том случае, если ты хочешь иметь некоторую свободу и независимость, я хочу ее иметь, это, пожалуй, составляет часть моей жизни, быть свободной, независимой. А вы, кстати, почему вот тогда взяли и ушли из театра? Вам чего вдруг не понравилось? Во-первых, я не хотела становиться актрисой, и я это не лукавлю, вот была такая история, что я собиралась поступать все-таки не на актерский, а как раз вот на журналистику или литературную. Потом, в общем, как-то я уже поступила, и как-то я уже вовлеклась, и я была успешна, и это значит, как-то меня тоже, это огромное испытание, кстати говоря, когда ты чем-то успешен, а это не совсем твоя дверь, например. Пойди-ка уйди, если ты успешен. Когда ты не успешен, это очень простое решение. Ну, все понятно, у тебя не получается. А вот у тебя получается, а это не совсем твое. Очень трудно. В какой-то момент я поняла, что мне противоречит невероятно вот сама рутина. Мы же смотрим на актерскую, так сказать, на актерскую жизнь, ну, собственно, по результату. Вот он вышел в спектакль, вот оно есть кино. А вот это такое было работать в театре. Это значит, ты находишься в абсолютно крепостном праве. Потому что у тебя есть репчасти, которые назначают тебе на завтра репетицию. На завтра, Ира. Не на неделю, на завтра. Ты никогда не знаешь, что ты делаешь завтра. Ты даже в гости не можешь пойти. Единственная данность, которую ты знаешь, это твое, значит, вот расписание спектаклей. Дальше. Ты хочешь сниматься в кино, потому что это деньги, потому что это популярность. Что ты должен сделать для того, чтобы заниматься в кино? Ты должен униженно прийти в ту же самую репертуарную часть или к режиссеру и сказать, пожалуйста, можно мне вот на такие-то, такие-то дни? А они тебе скажут, нет, нельзя. Ты думаешь, по какому праву? По какому праву? Вы меня не отпускаете? Я свободный человек. И ты должен звонить директору фильма и говорить, нет, знаете, меня не отпустили. И как-то желательно законнектить их между собой. И потом тебя все-таки разрешат и разрешат, в общем, как милость, как милость. Ладно, так и быть. При том, что ты приходишь в театр в девяностом году, поступаешь в него работать. А он никому не нужен. Он не нужен вообще никому. А ты приходишь как бы играть свой спектакль какой-нибудь проклятый, который ты ненавидишь еще, например, потому что тебе еще ты думаешь, зачем это надо? Зачем? Зачем ставить в девяносто там втором-третьем году Солженицына олень и шалашовка? На улице мрак, грязь, безденежье, катастрофа. Люди приходят в театр и видят на сцене колючая проволока, вышка, и выгружаются зэки. И этих зэков насилуют, убивают, уничтожают. Ты думаешь, для чего мы это делаем? Что мы делаем? И дальше ты видишь, в зале сидит сто человек, а на сцене играет, значит, сорок. Ты думаешь, нахрена же это все? Ты вдруг понимаешь, что ты выбрал неправильную профессию, при этом есть любимые спектакли, в которые ты играешь, и ты понимаешь, зачем, чего, что ты хочешь со зрителем взаимодействовать. Но в целом, ты понимаешь, что ты попал, все твое нутро противится. И я начала, значит, тыркаться. Я хотела на телевидении, потому что телевидение, вот там казалось, что там все. Там жизнь началась, да? Но никому я там была не нужна. Для того, чтобы тыркаться, я понимала, что мне нужно получить свободу в театре, чтобы вот это не каждый раз униженно что-то выпрашивать. Значит, я к тому времени Олег Николаевич Ефремов, невероятно свободолюбивый человек, всю жизнь ратующий за некую такую революцию, понимаете, все время совершающую ее в театре, начиная с современника и заканчивая там вот разделом театральных трупов. Наконец, значит, очередное разделение трупов, чтобы вы понимали просто уже там, на Тверской. Есть основной состав, а есть запасной состав трупа. В запасной это так. Основной это, уважаемые люди, я была в основном. Но в запасном ты можешь оставить за собой только те названия спектакля, которые ты хочешь играть. Я думаю, прекрасно. Значит, я ухожу из всех массурок. Я играю только названия. При этом, значит, запасной состав это существенное снижение в деньгах. Я принимаю решение, что я иду на это, потому что мне нужно свободное время, чтобы продолжать тыркаться хоть куда-то и найти себе работу. Вдруг Олег Николаевич начинает репетировать Борис Годунов. И я вижу на доске объявлений, значит, что я там в массовке. Баба с ребенком. Я думаю, здравствуй, как говорится, Новый год. Ну, Олег Николаевич, какая же баба с ребенком? А еще Олег Николаевич, массовый спектакль. Я уже выпустила Ленин Шалашовку с ним. Это я знаю. Это ты год сидишь в курилке, пока до твоей сцены дойдут, но Олег Николаевич не занимается, не тратит времени на то, чтобы нужны вы мои артисты завтра или нет. Всех вызываешь? Да, всех. Да. И поэтому я себе вообразила эту перспективу. Думаю, ни за что. И я, короче, просто не прихожу на репетицию, потому что я думаю, а что это у меня по договору как бы все вот это? Мне звонят из репчасти и говорят, Юлия, вы, значит, не явились на репетицию? Я говорю, да, я не явилась на репетицию, потому что по моему договору вы должны были меня спросить. И я вам отвечаю, если вы мне зададите этот вопрос, что я не готова принимать участие в этом спектакле. Они, значит, там обрушиваются просто в пыль, после чего, значит, мне через 15 минут звонят и говорят, Юлия, вас вызывает Олег Николаевич. Я прихожу, сидит Олег Николаевич, который ходит жилваками просто и говорит мне следующий текст. Вы, наверное, не поняли, говорит он мне, что такое основной состав, а что такое запасной. Это мы, типа, вам честь делаем, что мы вас берем в спектакль театра. Я не моргнув, хотя, значит, я там сопля на палочке, но все равно свобода же, демократия же, е-мое, за которую мы все боремся. Капитализм. И Олег Николаевич в первых рядах проводит же у нас собрание на этом дне. Я говорю, Олег Николаевич, вы не правы. В этом договоре написано, что вы должны спасить меня разрешение. У Олега Николаевича уже просто желмаки занимают все лицо, потому что я понимаю, что он уважаемый человек. Но он думает, кто она такая, чтобы мне вот здесь, значит, я ее назначил. Угу, подчиняйся. Да. А она про какой-то договор. Вот. Это я к вам тоже, кстати говоря, проявление. Вы понимаете, вот Олег Николаевич, он был из тех людей, который ратовал за свободу и за демократию. Понимаете, какая история Ира? Нету черного и белого. И вот это все мне не понравилось. Я вспоминала, сидя вот на этих проклятых репетициях Олени Шеложовки, когда я сидела там уже скуривая, я не знаю, по две пачки в день, бежу, делать больше нечего. Я все время вспоминала строчки Геннадия Шпалькова, Женя уходит сквозь пальцы к тонкой горской песка. Понимаете? Я думала, е-мое, у меня 25 лет, что я делаю со своей жизнью? А вам что, родители не рассказывали о том, как это будет? У родителей все, папа другим занимался, мама. Как ты это воспринимала? Она служила. Знаете, у этого поколения же есть вот это выражение. Где вы служите? В каком театре вы служите? Служить искусству? Служить театру? Я нисколько не умоляю важности актерской профессии, но при этом я, конечно, относительно себя применить слово служить театру не могла и не могу. Есть огромное количество женщин, которые, например, декларируют некоторую ненависть к мужчинам. Живу там, не знаю, там все мужики вот нет, вообще никогда и ничего. В подкладке этого лежит, конечно же, просто уверенность того, что тебе не повезет и недоверие, и неумение доверять этому миру. Но от этого, от невозможности справиться с этой ситуацией человек себе всегда придумывает некоторую оправдательную маску. Он говорит, мне этого и не надо. Иногда это уже так сказать, носит или обретает такие формы, становится агрессивным. Иногда эти женщины объединяются и так далее и устраивают хэппининги по поводу того, чтобы быть проклятой, значит, все мужчины на свете. Я не верю ни одной секунды в то, что это правда. Вы замечаете тогда разницу между проблемами женщин во времена «я сама» и сегодняшними основными проблемами женщинами? Они одни и те же остались или все-таки поменялись? Ну, например, сегодня общество требует от женщин быть состоятельной личностью. Так модно, так правильно. Далеко не все этого хотят, но нельзя в этом признаваться. Поэтому таким трагическим становится родительство. И вот эти мамские чатики, ну, это же попытка преувеличить свое значение как родители, потому что ты не состоялась на работе, ты не модная, ты не в тренде. Но зато ты самая лучшая мама на свете. Так проблемы не было у женщин моего поколения, потому что от нас не требовали обязательно состояться. Ты могла выбрать это. Но вообще-то, если бы муж мог зарабатывать больше, ты женщина бы с удовольствием и оставила это, потому что ей там хватало дома вот этих забот, если особенно детей не один на два, три. И было огромное количество женщин, которым это нравилось. А сегодня такая полная смена наоборот. Это обязательно должно быть личностью. В общем, далеко не каждый этого хочет. Для нашего общества, например, при всем его патриархальности не очень подходит там, скажем, повестка феминистическая, потому что мне кажется, что у нас есть огромная проблема в коннекте между мужчинами и женщинами. И она была уже проявлена в моем поколении. Вообще, это наследие первой мировой революции, там, вот этой всей цепочки. И 90-х, в том числе, когда мужчин убивали. И когда мы оставались одни, женщины оставались одни. Есть такой психологический феномен, он свят, он, это такой же феномен, как, например, ребенок, у которого умирает мама, может испытывать злость и ненависть к своей умершей матери, потому что она его оставила одну. Мужчины умирали в таком огромном количестве, а женщины оставались одни, на руках у них были дети, и как бы они должны были выживать, и с одной стороны, у них мужчины были идеализированы, потому что погибший, умерший, прекрасный папа, дедушка, там, и брат, и так далее, муж. А с другой стороны, они испытывали к ним злость и ненависть за то, что они их оставили одних перед лицом дичайших трудностей. Это накопилось у нас в обществе приблизительно в таком объеме, вот эта пружинка, что она еще даже за советское время не развернулась вся и не разобралась. И еще в советское время, и в мое время, в 90-е, когда проблема того, что есть огромное стремление женщины к мужчине, а мужчины к женщине, которая подавлялась, потому что мужчина, это беда, это какая-то беда. Она принимала разные формы, социальные маски очень разные принимала, в том числе, они пьют и так далее, что это, кстати, тоже отдельно. Это тоже можно разбирать, почему у нас в обществе так, потому что главная женская состоятельность в нашем обществе происходила в материнском качестве. Вот как он сыночек, вот тут мы все контролировали, вот его тут на войну могли забрать и тоже убить, но в принципе вот это все равно сыновья верность, даже если его убили, понимаете, он маме ничего не должен был, он не должен был деньги зарабатывать и детей содержать, а вот мужья, отцы и братья, они нас бросают, вот понимаете, какая проблема, поэтому мужчина в образе сыночка у нас нормально адаптирован в нашем обществе, и он так по жизни, понимаете, что ему женщина навязывает вот всячески, психологически, вы понимаете, в каком вы сейчас плоскости разговариваете с вами, Ира, навязывает эту роль сыночка, поэтому даже в 40 лет он кирял и был инфантилен, вот в этом обществе, в котором развивается феминистская повестка, это катастрофа, потому что у нас нет коннекта между мужчинами и женщинами, вообще-то женщины хотят выходить замуж, это нормально, не хотят быть одни, вообще-то мужчины тоже не хотят быть одни, вообще-то мужчинам не нравится быть отвергаемыми, вообще-то мужчинам не нравится все время нести ответственность за ту психологическую нагрузку, которую женщины перегрузились еще очень давно. Поэтому я думаю, что сегодняшней девочке, я завернусь, заключу свою мысль, что, например, у нас не было такой феминистической как бы повестки такой в том обществе, в котором росла я. Сегодня она очень актуальна. Мне кажется, она очень путает. Что вы понимаете под феминистской повесткой? От тайны не своих прав. Мне кажется, там как бы очень, ну, там много чего можно перечислять под феминистской праве. Потому что то, про что вы говорите, про то, что мы воспринимаем и воспитываем мужчин инфантильный, это я все понимаю, принимая вот это вечное мужское, что ты мне компостируешь мозг, вот это вот, как у мамы часто говорят. А почему плохо равноправие? Мне кажется, вы о нем и говорите. Нет. И не будет. Почему нету? Ира, потому что мы рожаем детей, а мужчины их не рожают. Потому что так придумал Бог. Он не создал этот мир одинаковым. Он не создал две гаечки. Он создал этот мир интересно, очень разнообразно. Это самое тупое, что можно делать, искать в этом мире прямолинейного равноправия. Хочу ли я, чтобы женщина получала те же деньги на том посту, на который занимает мужчина? Да. Думаю ли я, что этого можно добиваться радикальными и агрессивными методами? Нет. Будет ли так рано или поздно? Конечно. Но для этого не нужно гореть, надрывать, чтобы здесь на горле появлялись жилы, и говорить о том, что все мужчины, потому что не все, далеко не все, и мы вообще все женщины должны объединяться, и тоже не все женщины должны объединяться. Ну смотрите, я согласна с вами, что меня тоже раздражают некоторые представители феминизма, которые слишком радикально кричат. Я не хочу с ними иметь ничего общего, и чтобы меня перечисляли к ним. При этом я понимаю, что не будь у нас в свое время какой-нибудь там Александр Калантай или Грета Тунберг, это не к феминизму, а просто к очень радикальному какому-то активисту, который кричит, что все, перестаньте есть мясо, ездить на машинах. Но человека, который вот так яро кричит, чтобы на это все вдруг обратили внимание, ничего не меняется тогда. Александр Калантай появляется на почве такой волны внутренней феминистической. В 1868 году появляется роман «Что делать Чернышевского». О да, и он меняет все. И с приветом все. Количество браков втроем неудержимо растет год от года. Люди в, как и Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Дмитрий Философов, да, когда познакомьтесь, это мой муж Дмитрий Сергеевич, это мой муж Дмитрий Владимирович. О боже, ну понятно, что это салон Петербурга там и так далее. Еще не было революции, там было раскачано вот это до такой степени уже потребность, так сказать, взломать эти обстоятельства. Что на это повлияло? В том числе на это повлияло. Вы будете смеяться. Индустриализация. Это все такие, е-мое, увязанные процессы. Индустриализация, женский труд постепенно, а они рядом трудились, а рядом было видно, что они равноправны. Это в том числе бухтели и мужчины, говорили, да так не может быть, да это не по-человечески, это не по-христиански, а как бы интеллигенция. У интеллигенции это принимало другие формы, но это же действительно, а что мы такие непродвинутые, что мы так придумали, что мы, так сказать, моногамно живем, почему бы? И начинается пук-пук-пук-пук-пук, и дальше случается революция, первым же декретом, отменяющая закон о том, что церковь венчает, переводя это, значит, в область государства. Кстати, женщины должны быть сильно благодарны нашей революции, которую вот уж кто последовательно отставил. То есть, вы знаете, конечно, что Калантай в то время не звучало так, как сегодня феминистки, которые... Она просто вскакивает на волну, просто появляется человек, формулятор того, того, что есть как факт, и есть уже в такой назревшей массе, что когда Александр... И есть уже и без Александра Калантай, это есть по факту, но когда она произносит там теорию стакана воды, хотя она не так ее произносит, не будет сейчас углубляться, как бы, чтобы... Пошлости есть какие-то, которые закрепляются в сознании людей. Почитайте повнимательнее. Ну, хотя бы к тому, что там женщина никому не принадлежит. Да, это не про простоту как бы секса, но почему как бы это важно? Это настолько востребовано, понятно, известно. Просто падает на ту почву, что это воспринимается вот так буквально, что, собственно говоря, значит, в 20-е годы здесь, в Москве, в Петербурге, значит, говорим, ай-яй-яй, что о времена, о нравы, значит, молодые люди в газетах пишут статьи о том, что раньше им приходили к проституткам, а теперь они очень рады, что комсомолки настолько ответственно относятся и с пониманием относятся к половому вопросу, что теперь мне надо... Так, кстати, просто подходишь и говоришь, мне вот надо и комсомолка со всей комсомольской ответственностью идет с тобой как бы в постель. Вот так. И вы думаете, от этого калантая зависела? Нет? Ну, вот я к чему, что вы хотите сказать, что сейчас общество не приходит логично к тому, что не надо ко мне лезть под юбку, если я не сказала да или там... Я думаю, что это абсолютно в силах отрегулировать сегодня в нынешних свободах способна любая женщина в рамках вот конкретно. Мало того, если он продолжает лезть ко мне под юбку и увольняет меня, например, потому что я не даю лезть к себе под юбку, то я могу пойти в суд и попытаться протестовать, что меня, так сказать, уволили, за что меня уволили. Вот есть конкретный человек, конкретный, не вообще все мужчины, а вот конкретный гад, который вот так себя вел. Я думаю, что это сегодня вот так мне решается. Мне кажется, что сегодня у женщин достаточное количество прав, в этом смысле, ощущения, собственно, свободы. Мало того, я даже думаю, что у нас, конечно, непрецедентное право судебное, и вообще у нас с судами много проблем. И как вы знаете, с домашним насильником, когда приходят, никто их не слушает, этих женщин. Ну, я тоже бы не обобщала Игорь все-таки насчет того, что никто тоже не обобщал бы правду, потому что есть случаи, когда очень даже и слушают, и мне очень не нравится любая тенденциозность, хотя, конечно, наверное, каких-то проблем не решать, как бы не обобщая, не решить, не обобщая, но я ненавижу тенденциозность с сегодняшнего дня, потому что она такова. Бьется один случай, говорится, где-нибудь, где так? Ты говоришь, да, е-мое, я как минимум знаю несколько других. Мне кажется, это все просто красивые, острые темы, прекрасные, на которые отлично раскручиваются люди. Как мы знаем, в социальных сетях тема живет приблизительно три дня, дальше как-то новенькое. И социальные сети это тоже поняли, кстати говоря, вы думаете, они не заняты собственным продвижением, заняты. И люди врубились в это правило. Ни в коем случае не хочу сказать, что я не сочувствую жертвам настоящим, которые там, в частности, проявились как бы в рамках движения Мету. Но движение Мету так себе опорочило уже за то время, которое оно существует. Уже такое количество, как мы знаем, случаев. И вот спустя 60 лет старушка вспомнила, как, значит, он ее за жопу хватал и решила, значит, засудить. И ты думаешь, ребят, ну ребят, ну что ж так быстро это все девальвируется-то? Как мне это разделить? Это заработок денег? Это способ состояться? Это способ сказать, и я, и я тоже, девчонки, я с вами тоже. У меня тоже был случай. Говоря о том, что невозможно это равноправие, вы как предлагаете женщинам себя вести тогда, сегодня, что вот эта проблема вот назрела, она есть. Нам как бы, ну вот и есть проблема того, что мы слишком инфантильных мужчин или воспитываем, или делаем из них в семейной жизни. Как нам эту ситуацию поменять? Или не надо ее менять? Я не знаю, но мне кажется, что, знаете, вот если бы, если есть организация, которая просто занимается решением конкретным, ведением каких-то судебных дел, помощи такого рода, или это приблизительно, наверное, по тому же принципу, которым организована сейчас помощь жертвам семейного насилия. Когда ты можешь, когда у тебя есть горячая линия, когда ты можешь позвонить, когда у тебя теоретически есть возможность даже куда-то сховаться, если тебе надо с вещами. Если бы это был благотворительный фонд, который бы собирал деньги на то, что если вам будет нужна юридическая помощь в доказательстве того, что вы дискриминированы исключительно по половому признаку, а это действительно не цивилизованно, то мы вам поможем конкретно, это будет хороший адвокат, который знает, как разговаривать, как вести эту тяжбу, для того, чтобы это входило в гражданское общество. У меня нет обобщающего принципа. Все мужчины, знаете, они все такие, у них ужасные инстинкты у всех, и они все ужасно стремятся у нас всех поработить. Это неправда. Когда вы себе последний раз говорили, что вы плохая мать? Наверное, когда у меня был маленький сын, совсем маленький, он был очень непрост, Андрюха, и там все мои какие-то, не знаю, умозрительные представления о том, какой я буду мамой, он разбивал просто в пух и прах своим реальным поведением. Например, ты говоришь себе, что ты никогда в жизни не будешь орать на своего ребенка, не знаю, как-то неистово, или говорить ему какие-то ужасные, обидные слова. А потом наступают школы, наступают уроки. Я теряла самообладание очень не сразу. Когда подробнейшим образом все объясняешь, сидит перед тобой ребенок абсолютно обнуленный, вот просто абсолютно. Ты ему говоришь, условно говоря, ну вот теперь ты понял, он говорит, понял, ты говоришь, дважды два, он говорит, пять. И вот в эту секунду, вот через два с половиной часа, ты вдруг непостижимым образом теряешь лицо, и из тебя изрыгаются слова, страшные слова. Ты говоришь собственному прекрасному сыночку, ты говоришь, Андрей, ты дебил, говоришь, ты ему. А потом ты ложишься ночью, и ты думаешь, господи, я ужасная мать, господи, как, как я могу, как, 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 больше никогда, никогда, надо бы просить прощения, извинения и так далее. И ты говоришь сыну своему на следующее утро, с ног я вчера была не очень права, просто, понимаешь, я устала и так далее. И через два дня вы делаете вместе уроки, и на третьем часу ты говоришь, ты же идиот, что ли, Андрей, как можно этого не понимать? И ты опять думаешь, господи, я плохая мать, я плохая. И вот этот круг, он замыкается. Но потом, ты понимаешь, что нет такой категории плохая мать. Ты растешь вместе со своим ребенком, ты сталкиваешься с обстоятельствами, с которыми сталкивается он. Ты живой человек. Все, что ты можешь делать, ты можешь, так сказать, контролировать это в себе, ты можешь просить за это прощение, если ты был он прав. Но ты ничего не можешь себе обещать, потому что ты живой человек. Хочу спросить вас, как у старшего товарища, зачем нужны дети? Это очень важный вопрос. Потому что, на мой взгляд, понять жизнь вообще можно только, если дети есть. Потому что мы не готовы смирять свой эгоизм непринудительно. Такое устройство человека. Мы даже, если будем очень, я не знаю, медитировать, так сказать, и говорить, надо любить всех людей, надо быть к ним благожелательным, фига не получается. Потому что, если ты цивилизованный человек, если ты просто взрослый человек, любящий человек, то ты всегда отодвинешь, так сказать, свой интерес во имя интереса ребенка, потому что он только учится что-то понимать и так далее. Твоя цель, как родители, сделать так, чтобы твой ребенок без тебя обошелся. Вот этим всем процессом ты должен добиться того, чтобы он сказал, ну, как говорится, я пошел и выжигнул из твоей квартиры, из твоего гнезда, вылетел и был бы самостоятельен, подкован, умел и не гундил тебе каждую секунду в трубку. Мам, я тут не знаю, что это делать, а вот тут как делать? И продолжаешь на удаленке, как бы условно говоря, гордиться собой, что без меня не могут обойтись. Потому что потом пройдет их собственный круг и спираль, когда у них народятся собственные дети, и они вдруг скажут, господи, мама, сколько ты отказывается, мама и папа, сколько вы оказывается для нас делали, боже, это вот вы с нами не спали, и начинает возникать другая отдача, другая любовь к родителям, и это уже такое, тоже их уже не по долгу, не по принуждению. Мне кажется, что дети это единственный механизм, в котором ты любовно обучаешься альтруизму и отказу от эгоцентрики такой, на которой ты просто замкнут, пока ты молод. А что плохого в этом, в эгоцентрике? Ты ничего не узнаешь про жизнь, ты ужасно плоско на нее смотришь, ужасно. Ты на самом деле не открыт, у тебя даже вот эта энергия, она по-другому через тебя протекает. Потому что это надо пожалеть другого человека, вот в самом деле, вот неумозрительно, а как-то вот всем сердцем, ты можешь только после того, как ты вот проходишь через эту дорогу усмирения эгоизма. Человек полностью от тебя зависит в первые дни и месяцы, и ты на себе не принадлежишь, и тебя резко. В этом есть первое испытание. Знаете, как я понимала по мужу, своему мужу, там все, кирдык уже, когда она, у нас сын не спал совсем, просто совсем. Мы подменялись. Но он-то мог спать, когда я, значит, не сплю, а я, конечно, так все равно трехмесячному ребенку. Он говорил, что ты хочешь от меня, Андрей? Я не понимаю тебя, что ты хочешь? Я поняла, что, о, все, несмотря на то, что у нас дежурство распределено, я же вчера вроде не спала, но нам надо идти менять, потому что там все, там, привет, он от бессонницы, он уже начинает с трехмесячным ребенком разговаривать, что ты хочешь от меня, а что он от него может хотеть? Ничего, у него живот болит. Или там Тасю, у которой там режутся зубки, как бы ночью, она не спит, ты понимаешь, она плачет не потому, что она хочет тебя мучить, но ты мучаешься. И ты бы хотела, что, ты бы хотела ее отложить куда-нибудь, так-то уши заткнуть и поспать. И ты даже на какую-то секунду, ты даже это делаешь, ты откладываешь ее, думаешь, я не буду обращать внимания, пусть она плачет, как бы, а я должна тоже поспать. Ты ложишься, и потом ты понимаешь, что, ну нет, это невозможно. И ты преодолеваешься. Как? Вот эта борьба в тебе и происходит. Ты хочешь одного, и мало того, это требует твой организм, а на самом деле ты при этом и не можешь этого. И вот это ты на себе начинаешь испытывать, вот это противоречие. И оно и воспитывает в тебе вот человека. Честно говоря, вообще человек приходит на этот свет, если как-то чему-то обучиться, то мне кажется, вот обучиться выйти из рамок собственного эгоизма. Это, мне кажется, очень важная задача, очень сложная, которая, кажется, звучит такой, господи, все воспитанные люди, что нам трудно. Это очень трудно, потому что это не вопрос воспитания. Это вообще вопрос почти, что преодоление своей такой инстинктивной природы. И это поэтому остается испытанием на всю жизнь. Вот здесь ты преодолел, здесь ты преодолел, здесь ты преодолел, а вот здесь-то нифига. И эта задача, поэтому она растянута во всю жизнь. Но мне кажется, что именно только тогда ты начинаешь что-то другое понимать про нее. Вы несколько раз произносите, значит, сейчас фразу, что все мужики с во, хочется мне сказать и предъявить к вам претензию, но не вы ли делали сериал с таким названием, где все четыре женщины не могли разобраться в этих странных мужчинах, воспитывая тем самым в моем, например, поколении как раз вот именно эту, что все мужики с во. Ну, во-первых, не я, либо потому, что я не автор все-таки этого сериала, а актриса, которая там играет. Конечно. Во-вторых, мне кажется, что там нет идеи, в этом сериале нет идеи относительно того, что все-таки они действительно все с во. Это какой-то такой калейдоскоп самых разных мужчин, с которыми там все пытаются построить отношения, но у всех не идеально это получается. А кстати, а вы помните, как он пялился на мои ноги? Да? Да. По-моему, он смотрел на мою грудь. Ой, дуренька. Просто человек хотел сделать вам приятное. На самом деле понравилась ему я. Я пересмотрела тут несколько серий. Так как все-таки это был нашим ответом на секс в большом городе, я тогда посматривала и очень любила секс в большом городе и знаю его наизусть. Но у меня почему-то было такое недумение. Думаю, ну почему же нашим ответом должно быть вот что-то очень комичное? Ну так мы не жили, так не общаются люди, и это все очень как-то гротескно. Ну такой избрали метод рассказа. Почему? Не знаю. Ну потому что так хотелось авторам, режиссеру и сценаристам. Я люблю гротеск. Мне нравится такой. Ну как актриса это очень интересно играть. Это очень такая непростая задача на самом деле находиться в рамках этого жанра. Не было ли это тем, что мы просто вот не умеем посерьезки говорить на проблемы мужчины и женщины, на отношения? В 2002 году, да, наверное, вот в том уровне, в котором, не то что мы, мир не умел так разговаривать, как секс в большом городе. Это было вау для всех. Такая степень откровенности, такая степень при этом юмора и не гротеска, а просто вот такого, как это бывает за столом, когда это тын-тын-такой пинг-понг, и вдруг это, а, боже, какая блеснула, блистательная, значит, шутка. Это было просто открытие, это суперталантливый, люди сделали, поэтому тут говорить про то, что мы не умеем так разговаривать, но, наверное, тогда мы еще и не очень умели так разговаривать. Единственная, так сказать, попытка подобраться к этому была такая, так сказать, яркая, комедийная, гротескный ключ. Умеем ли мы разговаривать так сегодня? Да, конечно. На всех этих платформах, которые сегодня есть, где выходят сериалы, там мы умеем разговаривать невероятно талантливо, невероятно тонко, точно, хлестко, всяко. Вы недавно, значит, написали пост по поводу новых серий секса в большом городе, которые вот сейчас снимают. Очень большие обсуждения в сети, и чаще всего, и вы про это же пишете, их обвиняют в том, что, ну, нельзя старость показывать. Ну, я не так пишу. Ну, вы написали, что дочка пошла посмотрела своих кумиров из сериала «Друзья» и воскликнула, мама, какие они старые. Она очень расстроилась. Почему? Вам кажется, что не надо было снимать предложение, хотя мы его не видели, и, предположим, она будет такое же хорошее, просто про женщин, которым за 50. Значит, я очень любила секс в большом городе, потом они сняли два фильма. Ужасно. Ужасно. И в вашей жизни, наверное, это тоже было, вы наблюдали, как люди пытаются выжимать лимонад из лимона как бы до самых последних, как бы пока еще там последние капельки капают, будем выжимать. И, собственно, вот эти два или три даже фильма, они были вот следствием этого. Мне это было очень обидно, потому что я это ощущала каким-то таким, знаете, предательством какого-то своего такого доброго друга юности. И вдруг этот добрый друг юности стал на моих глазах очень сильно меняться. Но я вижу, когда они собраны на фотографии втроем, как же они все изменились, господи, как же они все постарели. Но мне совершенно не хочется на самом деле испытывать эту эмоцию, да. Они подумали, а что, как говорится, мы сидим на попе ровно, когда можно еще раз денег срубить. Я уверена, что это движение является первоначальным, а не движение, знаете, у нас есть потрясающий замысел. У меня нет такого впечатления по тем фотографиям, которые я, значит, наблюдаю в социальных сетях, что это история про их детей, хотя наверняка там кто-нибудь мелькнет, так сказать, все-таки это будет история про этих подруг. И все-таки это будет история, к сожалению, в мире кинематографа деньги зарабатывают любовные истории. Значит, я могу предположить, что у всех этих героинь будут какие-то любовные истории. Смогут ли они рассказать эти любовные истории как-то так вот по-новому, в соответствии с возрастом? Ну, вам не кажется, что у нас вот как раз еще одна проблема женская, это тот самый эйджизм, что мы типа в 50 лет жизнь закончилась. Мы не закончили. Никаких любовных историй быть не может. Они могут быть. Сниматься в таком виде актрисы не могут. Если бы, например, они играли вообще не секс в большом городе, вот так мне кажется, а просто бы собрали вот четырех моих любимых артисток, которых я помню, и сказали, вы знаете, мы снимаем вообще кардинально другую историю, но вот просто они снова все вместе. Я бы сказала, о, да, я хочу это посмотреть. Очень. Потому что они точно вчетвером высекали какую-то искру. Когда их погружают опять в те же обстоятельства, это как входить в ту же реку. Знаете, мне самой 52 года, как бы, чего бы мне иметь претензии к тому, что, как бы, как они не имеют права сниматься, или там нет любовных историй после 50-ти. Но есть разница некоторая. Я играла в спектакле «Безымянная звезда». Вот я играла эту женщину, Мону. Изумительный был спектакль, я имела в нем очень большой успех и как бы очень его любила. Это потрясающе был интересный материал. Но в нем идет речь про то, что как бы зажигается некая любовь с человеком, уже тоже там не 14-летним мальчиком, но все равно вот это какое-то волшебство такое как бы зажигается, в которое хочется поверить. Вот я ушла с этого спектакля, я перестала его играть, когда мне исполнилось 47, что ли, лет, может быть, 46. Я выпустила когда мне было 40. Даже мой муж мне говорил, почему ты это сделал, как бы ты прекрасно выглядишь. Я говорю, ты понимаешь? Вот я захожу утром к сыну, к Андрею, будить его в школу или в институт в последние годы. И из-под одеяла торчат громадные волосатые мужские ноги. Это мой сын. Понимаешь? Я не могу отделаться от ощущения, что когда я на сцене играю Мону, что это какая-то недероятная фальшь. Моя любовь, она уже другая. Я знаю про любовь что-то большее, что-то глубже, что-то объемнее, чем только вот это Боже! Сердце забилось, как бы она упала в обморок, потому что это тот самый человек. Я уже так не верю в эту любовь. Уже не может быть такой всему свое время. И в 50 лет любовь есть, и в 52 она есть, и секс есть, и жизнь не заканчивается. Просто это немножко другое, может быть, научиться рассказывать эти другие истории. Я не уверена в том, что в сексе в большом городе нам попробуют рассказать это. Мне кажется, они попробуют выжимать прежний лимон, а вот это и жизнь как раз. Потому что они работают на этом аттракционе. Я смотрю, что они уже все не молоды, они уже не те. Они изменились. А о чем бы вы поговорили, если это сериал про женщин в 50? Про то, сколько страхов у тебя есть на самом деле по поводу любви. Потому что женщина в любом случае в возрасте 50, она уже является вот этим, я говорю, есть выражение в Америке прекрасное сэндвич. Это когда ты между своими еще не до конца выросшими людьми и не до конца постаревшими, но уже сильно стареющими родителями, ты за все ответственна. А тут бы тебе еще свою личную жизнь, а тут у тебя и какая-то карьера. И ты не можешь так без... так прекрасно, как в юности положиться, не только потому, что ты обжигался, а потому, что у тебя есть просто здравый смысл, и ты не можешь рисковать чем-то. Но я бы дарила эту надежду, что это все возможно. Или я бы говорила о том, как строятся отношения в паре, которая живет очень много лет, это же тоже очень... Ну, я к тому, о чем вы в кругу своих подружек сегодня разговариваете? Знаете, у всех по-разному. У кого-то дети совсем уже как-то выпорхнули из гнезда, это очень новый этап. Заново осваиваться в этом пространстве, что ты снова вдвоем, и ты не ввинчен в систему постоянной отдачи, к которой ты привык, а тут тебе жизнь говорит, а вот новая спираль, возвращайся теперь на эгоизм, только в новом качестве. Не нужна твоя забота сейчас, отстань от них, отстань, не звони, не спрашивай, ты наделаешь шапку, сегодня похолодел, отстань. Она молодая, прекрасная, ей кажется, что даже если она простудится, и она права в этом, ничего страшного, ну поболее. Снова позволить себе думать о себе, это теперь опять сложно. А только для тебя теперь это дискомфортно, потому что ты привыкла заботиться, и он привык заботиться, твой муж привык заботиться, вам снова надо замкнуться на себя, и снова начать отсчитывать эту систему координат, и снова начать ходить, не знаю, гулять, на свидание, на свидание, давай пойдем вечером в ресторан, ну у нас же мы дома можем поесть, ну и что? Пойдем в ресторан посидим, ну пошли, как интересно, а потом поедем, а мы можем, а можем, а мы никому не должны.